Уже по традиции виновников торжества ждали в Большом сочинском дельфинарии. Приглашения посмотреть шоу получили дети с особенностями здоровья и их родители, а также малоимущие многодетные семьи из всех районов курорта. Тысячу билетов им подарила общественная организация Лига женщин Мост Добра, которая, кстати, сегодня исполняется 8 лет. Мы те программы, которые ведем с первого дня, свои организации, они у нас выполняются. Это уже традиция. Они у нас есть. Это и школьная форма, это и новогодние подарки, елки мэра, это и хрустальный петушок, это вот 1 июня. Но мы уже охватываем и целые центры, которые у нас создались с этими детьми с всевозможными болезнями. И то, что мы задействуем и деток обычных города Сочи. То есть у нас все в городе Сочи равны и полноценны. А почти 500 юных сочинцев с аутизмом сегодня получили приглашение посмотреть шоу в Конном театре Парк Ривьера. Кстати, многие дети при помощи Лиги женщин стали заниматься ипотерапией. Мы очень любим лошадей, мы постоянно занимаемся. Ипотерапия – это одно из наших любимых реабилитационных мероприятий, поэтому ждем с нетерпением. Мы стараемся всегда, чтобы наши дети вели полноценную жизнь, чтобы они ходили на праздники, на мероприятия, чтобы они общались друг с другом, чтобы они учились, чтобы они взаимодействовали. Потому что с другой – это не значит хуже. Не остались без подарков и мороженого юные сочинцы в других районах курорта. Общественная организация «Лига женщин Мост Добра» устроила праздничные торжества для 12 тысяч сочинских детей. Ольга, 10-го телекомпания, ФКТ. Альга.